А это зачем? Ну, дело в том, что сейчас в моде длинные и густые ресницы. Думаю, что прекрасная половина человечества понимает, о чем я говорю. Дорогие девушки и женщины, если вы давно хотели узнать о технологии наращивания ресниц, то далеко не отходите от своих целиэкранов. Наш следующий сюжет как раз об этом. В салонах красоты такая услуга, как наращивание ресниц, стала очень популярной. По словам специалистов, это очень красиво и практично. Давайте узнаем, какие есть виды наращивания и есть ли противопоказания. На сегодняшний день существует три вида наращивания. Первое – это реснички почковые и цельные, которые предназначены на один либо несколько дней, которые делаются обычно на какое-то мероприятие и держатся до последующего умывания. Второй вид наращивания – это одиночные реснички. Они предназначены для более длительного ношения – 3-4 недели до последующей коррекции ресниц. И третий вид наращивания – это новинка на сегодняшний день. В Казахстане такого еще не было. Это экстеншены для ресниц. Я могу рассказать подробно о каждом виде наращивания. Анара, а чем следует помнить до и после наращивания ресниц? В принципе, никаких противоказаний к наращиванию нет. Единственное, при наращивании второго типа 3D-лашек, он называется сейчас, тройной 3D-эффект, который дает длину, густоту и объем. Противопоказания имеются – нельзя наращивать ресницы в период беременности и кормления. Также специалисты рекомендуют воздержаться от наращивания ресниц тем, кто страдает аллергией на клей и тем, у кого часто бывает конвексивит. Первый вид наращивания – это пучковые ресницы, которые сажаются на резиновый клей, который очень легко удаляется при умывании. И дает очень естественный натуральный эффект. Как говорят мастера, пучковое наращивание – это красиво и сравнительно недорого. Натуральность и очень хорошая густота. То есть, с виду незаметно, что ресницы не свои, при этом они очень густые и пушистые. И можно накладывать пучки полностью на все веко. Можно только по краям глаза, чтобы удлинить веко. Это по желанию презента. Второй вид наращивания – это наращивание 3D Lushes. Называется «Дает крайной 3D эффект», при котором мы наращиваем реснички по одной, то есть одиночной. И они наклеиваются по одной ресничке, по каждой своей. Здесь нет никакого соприкосновения и контакта с кожей. То есть, аллергической реакции клея ресницы не вызывают. И очень комфортно. Очень естественный натуральный эффект. Такие ресницы очень удобно использовать на отпуске, на отдыхе, так как нет необходимости наносить макияж. То есть, ресницы выглядят как свои накрашенные. Наращивание происходит таким образом. Количество обычно клиент выбирает сам по желанию. От количества зависит густота. И длина также выбирается по желанию. То есть, существует натуральный размер. Это, как обычно, 8-9 миллиметров, 10. И более длинный, от 11 и выше. А как часто можно наращивать ресницы? Ресницы наращивать можно при первом виде, когда угодно, сколько угодно, так как клей резиновый не несет никаких побочных эффектов, никакой аллергической реакции также не дает и не вредит ресницам. При втором виде 3D Lushes наращивать ресницы можно не более года и потом обязательно давать отдых ресницам. И третий вид наращивания – это абсолютная новинка. То есть, то, чего не было вообще в Казахстане – это экстеншн для ресниц. То есть, мы знаем, что существует экстеншн для волос, накладные волосы, да, различными способами тоже они наращиваются. Для ресниц это впервые, то, что у нас появилось. Значит, они выглядят вот таким образом. Это белый пушок, который изготовлен из абсолютно натуральных компонентов. В состав входит целлюлоза, пантенол, витамин Е. То есть, здесь своего рода питание, лечение ресниц и плюс очень хороший эффект нарощенных ресниц. Но в чем преимущество этого средства? Перед другими видами наращивания, это наращивание можно делать каждый день и вообще, когда хочется. То есть, это наращивание клиент может делать сам, либо получить такую процедуру в салоне. То есть, здесь используется тушь изначально, накладывается на свои ресницы. После наносятся экстеншены и они, получается, обволакивают, прилипают к туши, к своим ресницам. То есть, пока тушь влажная, как только мы ее нанесли. После тушь подсыхает вместе с экстеншенами и поверх закрашивается следующим слоем туши. И эту процедуру можно делать бесконечно, до тех пор, пока вам, пока вы не достигнете желаемого эффекта. И напоследок, если вы решили нарастить ресницы, то отправляйтесь только в проверенный салон к опытному мастеру. Продолжение следует...